Почти за вековую историю славянки здесь, кажется, пробовали всё. От формы и плащей для военных до коллекции известных мировых брендов. А начиналось всё в далёком 1930-м. Тогда, после объединения пяти еврейских кустарных артелей, в Бобруйске появилась швейная фабрика имени Держинского. Выпускали брюки и форменную одежду для железнодорожников. А к 40-му предприятие уже гремело на всю Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. В годы Великой Отечественной производство остановилось. Освободился Бобруйск, ещё в городе дымились танки, а уже фабрика начала работать. Пошивы уже приступили где-то через месяц, через два. В дальнейшем правительством было принято решение о производстве плащей. Производилось в Советском Союзе около пяти миллионов плащей. И вот из них 15% производила фабрика. Модернизация производства происходила на фабрике в 1989-м по 1991-е годы. В это время мы закупили новое оборудование и внедряли технологии при помощи японской фирмы Джуки Корпорейш. Два года назад модернизация продолжилась. В обновление вложили около миллиона рублей. Начинается изготовление одежды в экспериментальном цеху. От эскиза художника до запуска изделия в производство сложный путь. Сейчас тут уже приступили к разработке новой коллекции школьной формы. В составе натуральные ткани, хлопок, шерсть, вельвет. Допустимо небольшое количество синтетики. Ведь вещи не должны сильно мяться и быстро изнашиваться. Ставка на удобство и элегантность. Учитывая модные тенденции, конечно же, ткани разнообразные у нас. И модели меняются каждый сезон. Новые, новые, новые подрабатываем. Есть такие модели, которые пользуются спросом из сезона в сезон. То есть ориентируемся на покупателя. На сегодняшний день мы разрабатываем весеннюю коллекцию. Но также не забываем, что после весны очень быстро приходит лето. И уже на сегодняшний день разработали несколько моделей летних платьев. Замыслы модельеров-конструкторов реализуются в пошивочном цеху. Оркестр машин и станков здесь не умолкает ни на минуту. За смену производят от 120 до 170 единиц. Все зависит от уровня сложности. Екатерина Гормаш работает на фабрике почти 35 лет. Через умелые руки специалиста прошли десятки тысяч вещей. Модели, конечно, теперь очень сложные. Не так, как я пришла еще молодым специалистам. Ни разнообразие, ни однотипные, будем говорить так. Большими партиями шили. А сейчас модели очень красивые. И ткани разнообразные, и драпы, и стеганые. Ну, всякие. Конечно, они сложные, но очень интересно работать. Производственная мощность предприятия более 650 тысяч единиц в год. И объемы растут. В этом году плюс 12%. Сейчас здесь отшивают зимний и весенний гардероб, пальто, куртки, плащи. Конечно, санкционное давление не прошло совсем уж незамеченным. Но руки в буквальном смысле не опустили. За пару месяцев отладили логистику и решили вопрос с рынками сбыта, сырьем и комплектующими. Стало сложнее работать с некоторыми традиционными заказчиками. Но этот период уже пройден. Все трудности, наверное, позади. Как говорит наш президент, санкции – это возможность поиска новых рынков сбыта. Какие-то новые возможности. Они на самом деле появились. Сырье для пошива «Славянка» использует отечественное. Львиную долю продукции отправляет на экспорт. В основном в Россию и Польшу. Внешние поставки за 10 месяцев выросли на 25%. К концу года в планах все 30%. Стратегия предприятия остается неизменной. Трудиться на совесть, обеспечить занятость людей и предоставить им надежный соцпакет. Сдаваться в трудные времена – это не протекстильный гигант. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.